Добрый вечер! Всех приветствую, мои дорогие подписчики, мои дорогие кавказцы, братья и сестры. В первую очередь я хочу кое-какими новостями делиться с вами. Значит, мне мои азербайджанские зрители очень часто пишут, жалуются, что я очень редко вхожу в эфир. И в то же время мои русскоговорящие братья кавказцы тоже жалуются, что я очень пассивен, мой канал. Я считаю эти жалобы очень уместными и хочу вам заявить следующее, что начиная с 2024 года, то есть с этого года, значит, я буду вести свой канал очень активно. Мой канал будет освещать в двух языках, на азербайджанском и на русском. И в ближайшем будущем будут какие-то передачи, программы будут на английском языке. Тоже, может быть, для этого отдельный канал будет у нас. И помимо этого, очень скоро, в ближайшие дни, может, недели, мы запускаем наш новый канал, видеоархив чеченских войн, которого создала в Швейцарии президент нашего европейского мира, логотип которого за моей спиной видите, Зайна Абгашаева. И хочу, чтобы все знали, мои дорогие братья и сестры, начиная с 9 января, со вчерашнего дня, я исключительно буду заниматься только правозащитной деятельностью. Никакой политической деятельностью я не буду заниматься, поскольку я считаю, что в правозащитной сфере я могу принести больше пользы моим друзьям, братьям, сестрам и ущемленным людям. И поскольку многие из вас знают, что я являюсь руководителем информационно-аналитического департамента Международной ассоциации мира права человека, которая подготовила документы в Международный уголовный суд в ГАГе, с руководством Саидима Ибрагимова. В этом процессе я тоже принимаю ход мизерный, пускай будет для меня это большая честь. И в то же время основная моя организация является Европейский дом мира, которого мы учредили в 2023 году, о деятельности которого вы уже знаете, по нашей большой работе, которую мы в прошлом году провели, одного чеченца, гражданина чеченской республики Чкейджи, спасли от департации и вели очень такую усиленную борьбу. И в рамках нашего Европейского дома мира, значит, мы будем запускать наш канал Европейского дома мира и организации «Эхо войны», которого создала прекрасная женщина, моя вторая мама Зайна Абгашаева. И у нас, значит, один канал будет чисто освещать эксклюзивные кадры ящик Пандоры, которые являются ящиком Пандоры, эксклюзивные кадры всех двух чеченских войн, которые хранятся в банковской ячейке в Швейцарии. И очень многие люди хотели иметь доступ к этим видеоматериалам, поскольку Зайна Абгашаева была очень категорически настроена на то, что эти видеоматериалы ни в коем случае не подлежат ни продаже, ни каким-то другим там мерам. Это исключительно она сама под своим наблюдением хочет, и как бы уже открывателям общественности. И я очень горд, что я принимаю участие в процессе Международного уголовного суда, где мы требуем справедливости многострадальному чеченскому народу. И в то же время я принимаю участие в как бы рассекречивании этого архива. И я можно сказать, что единственный человек, кого Зайнап ближе подпустила к этому архиву, поскольку много было предложений из многих известных средств массовой информации, просили, чтобы Зайнап какой-то час продала, какой-то там, не знаю, отрывок, секунду, минуту, для каких-то фильмов из очень таких известных средств массовой информации, телекомпанию, она категорически отказала. Почему всю эту информацию хочу с вами делиться? Хочу, чтобы, если вы с меня требуете, чтобы я был активным, я тоже с вас требую, чтобы вы тоже, пожалуйста, будьте намного активными. И еще раз повторяю, что Маркофильм Продакшн и видеоархив Чеченской войны не имеют никакого отношения никакой политической организации. И в то же время наш Европейский Дом Мира тоже не является политической организацией. Это чисто правозащитная организация. И этот год мы начали с кейса Ислама Албакова, который уже не первый год находится в бельгийской тюрьме и очень к нему есть несправедливые отношения. Состояние здоровья Ислама Албакова ухудшилось, у него возникли проблемы с глазом и другие очень серьезные проблемы с его здоровьем. Сегодняшний день, 10 января, наша организация Европейский Дом Мира провела митинг в Брюсселе, которого организовала моя сестра-героиня Фатима, за что я ей очень признателен, что она у нас есть. И я благодарю всех наших братьев и сестров, которые сегодня пришли и поддержали нашу акцию. Перед Министерством иностранных дел Королевства Бельгии состоялся митинг, где они держали транспаранты, озвучивали лозунг во имя свободы Ислама Албакова. И в то же время помощницу нашего представителя Фатимы Газиева, Фатиму Газиеву помощницу приняли. К ним вышел представитель Министерства иностранных дел Королевства Бельгии. Эту помощницу нашего представителя там приняли. И она там озвучила наши требования. И в то же время со стороны Министерства иностранных дел, официальный представитель обещал, что в ближайшее время руководство Министерства иностранных дел будет принимать нашу делегацию из трех человек относительно дела Ислама Албакова. В то же время сегодня 14.00 параллельно в столице Австрии, в городе Вены, наш представитель в Австрии Роза Дунаева организовала пикет у посольства Бельгийского королевства в Вене. И митинг там не получилось, поскольку в это время на той улице проводилось какое-то очень важное мероприятие, поэтому полиция не дала разрешение на проведение митинга, но сказали, что максимум 5, 7 или 10 человек может приходить, просто провести спокойный пикет. Они это провели, и все, я считаю, что наша сегодняшняя акция удачным началом во имя спасения Ислама Албакова. И в то же время наше представительство в Украине, в Дании и в других странах будут представлять посольством, и в том числе мы здесь в Швейцарии будем представлять обращение от именно нашей организации правительства Королевства Бельгии. И хочу вам заявить, что наша организация, уже мы создаем представительство во многих странах Европы, Азии, в разных контингентах мира, в том числе на Кавказе у нас будет представительство, включая Баку, Тиблиси, Ереван. Естественно, в оккупированной Чеченской республике Ичкерия мы открыто не можем назначить нашего представителя, сами понимаете, там какая ситуация. Так что, такие дела, дорогие друзья. Всех я призываю, всех наших братьев и сестров, вступать в ряды нашей организации, стать членом нашей организации и расширить наши ряды. Уже к нам поступает очень много обращений, многие есть, очень много это радует меня, что за короткий срок мы себя проявили, как мы этого должны были делать. Потому что, где бы мы ни были, там как бы играем роль двигателя. Я говорю о всей нашей команде, потому что у нас прекрасная команда. У нас, мы в свою команду берем только исключительно людей с белой репутацией и никаких провокаторов, поскольку наша основная деятельность, это правозащитная деятельность. И всех я призываю присоединиться к нашей организации. Не то, что вот, недавно я был гостем эфира канала ВАНСИ, но там несколько людей подключились и задавали вопросов. Один наш брат Ногчи, там выразил такое мнение, что чеченцы, например, в Европе, которые живут, они готовы вступать в какую-либо организацию, но эта организация должна как бы себя, ну типа, оправдать. Тогда я ему задал вопрос, ну типа, люди должны знать, куда они будут вкладывать свое время, свой потенциал. Тогда я ему задал встречный вопрос, пожалуйста, Абек, скажи мне, брат, чего мы должны были сделать, не сделали? Назови хоть одну причину. Я имею в виду я, Зайна, Фатима, Роза, все наши, в общем, члены нашей организации. Он, конечно, не ответил по существу, потом еще раз повторил. Я сказал, что давай еще раз я повторяю вопрос. Скажи, пожалуйста, чего мы должны были сделать, вот я говорю, вот, а нас двоих, а нас троих, скажем, а нас четверо, да, вот, Зайна, Фатима, Роза, Яла Чимамишев. Чего мы должны были сделать, не сделали до сегодняшнего дня, что люди должны сидеть и ждать, что вы ждете, что мы какое-то чудо будем совершать? Нет, извините, это чудо в истории мы знаем, кто совершал, избранные всевышленные люди. А то, что мы должны были сделать, наоборот, мы сделали намного больше, чем мы должны были сделать по сравнению с другими, поскольку мы тоже могли, как другие, просто со стороны сидеть и наблюдать. Но мы этого не делаем. Мы всю свою жизнь, всю свою энергию, время, средства, нервы тратим на все это. Так что давайте сделаем так, будьте добры, встаньте с дивана, встаньте рядом с нами. Нам не нужны сейчас на данный момент, чтобы, так скажем, истинные арийцы, чтобы с открытым лицом показали свое лицо, там, не знаю, выступали. Мы, этого нам не надо, мы с вас этого не требуем, поскольку понимаем, что у многих дома в оккупированной Чеченской республике Чкерии есть семья, родные, близкие, которые могут из-за вас пострадать. Вот, когда мы проводили акции по делу Али Батаева, я даже это конкретно показал, надел на себя маску, бейсболку и сказал, пожалуйста, теперь вычисляйте, кто перед вами стоит, Лачин или какой-то, не знаю, там, мистер какой-то, неизвестный человек. Так что мы ни от кого героизма не требуем. Самый большой героизм вступать в ряду нашей организации, поддержать все наши инициативы, приходить в наши митинги, стать членом нашей организации, распространять нашу информацию. И вот в ближайшее время, сейчас в Кавказреале будет опубликована новость о нашем сегодняшнем мероприятии, так что мы взялись за дело Ислама Албакова и в дальнейшем мы собираемся его посетить в тюрьме, получать от него соответствующие документы, чтобы мы на законном основании имели право представить его интересы во всех инстанциях и после этого будем бороться за его свободу и, иншаллах, думаю, в первую очередь с помощью Всевышнего, с помощью нашей прекрасной команды и с вашей братской помощью мы добьемся справедливости. Так, я сейчас всем желаю спокойной ночи, приятного вечера, только, пожалуйста, будьте активными, принимайте участие в наших всех делах и в ближайшие дни мы будем опубликовать первый промо-ролик нашего видеоархива в нашем канале Европейского Дома Мира, ссылка которого я позже с вами поделюсь. И всем будет огромная просьба, что подпишитесь на этот канал Маркофильм Продакшн, поскольку этот Маркофильм Продакшн будет как бы триггером, как бы локомотивом этого канала, который будет рекламировать деятельность нашего видеоархива Чеченской войны. Там вот те кадры, которых я там видел, когда вы это увидите, многие тогда будете осознать полный масштаб трагедии чеченского народа и военные преступления империи зла, оккупированной Чеченской республики Чкерии. И я эти видеокадры без слез не мог смотреть. И еще на моем канале я буду вещать на азербайджанском и на русском языке. И в обеих языках у меня будут очень интересные люди, с очень интересными людьми будут интервью и будут аналитические программы. И потом по ходу дела будет видно, как дальше будем действовать. Но перед собой лично я, Лачим Мамиша, поставил конкретно цель. Начиная с 10 января 2024 года, я как вице-президент Европейского Дома Мира буду вложить всю свою энергию, интеллект, силу, время, нервы, средства только на наш Европейский Дом Мира. Чтобы наш Европейский Дом Мира, мы чтобы добились той поставленной цели, а наша поставленная цель превратит наш Европейский Дом Мира в международную сеть. Мы на данный момент проводим переговоры со многими международными организациями, со многими мы в ближайшее время будем подписать документы о взаимном сотрудничестве. Так что наш Европейский Дом Мира, это дом всех порядочных людей, кого я призываю присоединиться к нам. И мы, это Европейский Дом Мира, будем превращать, иншаллах, большую сеть всех правозащитных, всех крутых правозащитных организаций. И наша организация будет одним из ведущих организаций на мировом уровне. Всем спокойной ночи, всем желаю всех благ, всем салам алейкум, до следующих встреч. Пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте лайки, поделитесь везде.